якорь мне в глотку не надо стесняться чё такая жирная ходишь предсказание электроника сбылось ну и дальше без тебя буду есть а мог бы шоколадкой поделиться всем привет саша добрался до талина вот выгрузился только из автобуса вот в таком виде я перевозил велосипед водитель дал добро сейчас буду собирать велосипед и поеду смотреть город до чего ехал в автобусе шел дождь мы обогнали тучу собственно вот эта туча идет и скорее сегодня я буду мокнуть по этой туче потом я после обеда поеду на встречу так что дождь не миновать буду к этому готов и так что я знаю о таллине да собственно ничего кроме того что это старый город и что это портовый город вот сейчас maps me ведет меня посмотреть порт круизные лайнеры и все такое урок какая жирная чайка это самая жирная чайка ты какая иди сюда нет я тебе не дам спокою какая огромная чайка не спрашивайте зачем я это делаю мне просто любопытно интересно вода соленая да вода должна быть соленая тихая бухта он немецкий флаг даже не вчера сюда наплыл их все как и положено портовый город значит должен быть якорь и не думаю тут повсюду валяются так здорово это сова повсюду чайки кричат садятся их лодки свои дерут луженые о минен и что это не какой-то батискав управляемая торпеда что ли это батискав в виде мины глубинной короче тут оказывается какая-то пограничная зона и просто так туда нельзя попасть но добрый дядя сисюриту сказал что как-то можно немножечко забор объехать и будет классный вид вот какие они огромные silver spirit сигбаян овейшин какой-то прикольно здорово здорово это он так вот идет медленно шикарно класс якорь мне в глотку первый раз такие посудины вижу гигантские но надо пойти попробовать соленая вода или не соленая а то может это не море я пока не лизну не не поверю но по крайней мере прозрачная ща будем пробовать соленая море финский залив сильвер спирит класс сейчас попробую подобраться куда-нибудь чтобы просторы были видны то все меня по каким-то пердям гоняют главное что сашка нашел где туалет бесплатно посетить я может платить то и надо но я уже оформился и никто не спрашивал не пустили подойти кораблям сказали таможенная зона контроль все дела нельзя просто так жалко хотелось бы конечно потрогать то ли я не знаю и правда не знаю зачем ну интересно черт возьми по идее где-то там статгольм там где-то кельсинки а он да где-то питер наверное как то так класс конечно на автобусе сюда приехал но это уже неважно главное что море вот прямо сейчас видно это самая дочь капает усиливается вон там уже где высотка там вообще он видно все серая сильный дочь льет так что не зря я пододелся сейчас намочит вон полосы дождь идет короче мы когда в автобусе ехали тучу обогнали она сюда идет и по прогнозу мне сегодня целый день дождь ну все ливень для хану ничего мне это не подмочит репутацию надо старый город посмотреть конечно дрон не запустишь и все дела но блин ну хоть так я конечно не сахарные все такое но дочь кажется пошел сильный и хорошо бы где-то спрятаться то велик упакован нормально не замочит бляха ну надеюсь он не на целый день потому что старый город под дождем смотреть ну такое все удовольствие а сейчас поясню немного эту молчаливую сцену там просто мужик гадил было неудобно говорить я зашел в туалет вместе с велосипедом чтобы его не угнали потому что пристегивать его нет и здесь собственно проходной двор ну и скажу словами классика как как писал иван дорн не надо стесняться короче не самая удачная погода для курсе но поеду посмотреть раз приехал что-то реставрирует это хорошо а это не очень ухты бойницы класс оказывается это не окошки а бойницы прикольно короче раз немецкие пенсионеры не сахарные под дождем ходят экскурсии делают то и я не размокну раз уж приехал то надо надо смотреть конечно такое себе удовольствие под дождем но вариантов не особо и постоянно кричащие чайки хау воу воу интима это секс-шоп в старом городе прям как название сериала есть секс в большом городе а а есть секс-шоп в старом городе а а а а а а а и дождь закончился и толпы туристов сразу же потянулись неизвестно откуда не повылазили ну и никого не было целую толпу уже не проехать здесь реально можно колеса потерять и чего я сюда ехал интересно это крепость старом городе талина понравилось понравилось до вопросов нет но этот дождь все портит абсолютно все начинается прекращается невозможно короче надо ехать за продуктами и куда-нибудь уже двигаться я хочу куда-нибудь ехать потому что он висят тучи и это такая вакханалия будет на рад целый день поэтому сейчас еще так бегло прокачусь и все и на выезд а вот что это за монумент я не в курсе какая-то наверно жертвам какой-то трагедии 18-20 год честно говоря я не в курсе монумент из как бы битого стекла наверное чем-то символичен еще такая жирная ходишь местная женщина сказала что это не чайки а бакланы они очень надоедливы и мешают им спать и вообще такая мусорная птица все что-то мне подсказывает что по старому городу я нагулялся самое время выезжать вроде бы все объехал мне кажется в некоторых местах уже даже по два раза был но интересно красиво ну вот слегка планы поменялись планировал выезжать а здесь написала анни жукова это наши друзья туристы пригласили в гости они стали не живут мы когда списывали с ними они не должны были быть дома но здесь ситуация поменялась и меня уже ждут оказывается скинули трек и я уже еду в гости вот так вот за 3 9 земель приехал и еду в гости все старый город спасибо посмотрел двигаюсь дальше сейчас осталось пройти квест без связи найти а не жуковы доехать до нее в гости но ничего дело место есть поэтому доеду как-нибудь а не мне скинула целый трек по интересным местам как они ездят пока доеду заодно и город посмотрю о шикарная какая детская площадка забором ну как мы любим а я так понимаю это скульптура для тех кому жарко или это памятник какому-то вейперу что тоже не исключено че он светится лампочками и пар идет не ну а че этим бедолагам точно памятник ставить надо столько сколько они парят это я так понимаю у них базар а вот еще коллеги туристы пошли на рынок наверное по взрослому экипировались тоже ортли и сковородка наверно парень с девушкой потому что у одного больше вещей на турингах или дорожниках то бросилось в глаза что в таллине гораздо больше велодорожек нежели у нас в минске и водители даже если ты на дороге намного уважительнее относятся к тебе не сигналят не кипишат то есть ну реально приятно потому что у нас водители себя чувствуют королями дорога это их обратите внимание на размеры эстонской велодорожки точнее таллинской две полосы вот таких вот точно даже футбайкеры разъедутся и скутеристы и мамочки с колясками тут все шикарно огромное для людей таллинга тут у такого дожили что у них вроде как если я не путаю робот доставщик еды вот до чего дошел прогресс вы представляете вкалывают роботы а не человек в таллине роботы доставляют еду людям предсказание электроника сбылось слышь братан а за пивасом сгоняешь гляньте какой умный зеленый загорелся он поехал до чего дошел прогресс все моргает не едет все на красный стоит не человека кажется вот в этом доме сегодня я буду ночевать меня там ждут вроде бы мне сюда на картинке вроде бы этот дом аккуратненько все мы поехали нас тут должны ждать здрасте привет привет они заказала курьером картошки идем забирать сейчас посмотрят посмотрите какой курьер нам пришел идем короче курьера встречать конечно курьеры немножко не доработал все таки можно было бы как бы и домой подняться сейчас я вам просто этого негодяя покажу а вот оказывается и наш курьер приехал вот такой вот курьер вот целое приложение счет открывается картошку давай ты не робот ты продуктовая корзина ребят мне кажется или таллинцы чувство с другой планеты робот курьер это чё короче привез нам картошку кучу продуктов я будем смотреть что будет делать дальше видит красный свет стоит ждет зеленый попёрт красавец нормально я честное слово немножко даже не немножко я пребываю в шоке потому что ну ладно бы где-то в японии но в эстонии я не ожидал японии и эстония ну созвучно конечно но только разрез глаз другой как бы как ни крути вот ну вы сами видели он его никто сюда не принес он сам приехал отдал и уехал и пожелал красивого дня как-то так все идем картошку чистить выехали покататься и заехали в логово этой робототехники вот стоят паркуются вот там он у них домики их тут где-то разрабатывает вот вот такие вот роботы короче продуктовая корзина на ходу это вот про них мне аня сказала как позвонила сказала что у них дурить дурень ты чё ты рычишь интересная вещь сами ездят даже переходят на зеленый свет эстонские технологии хороший да едет продуктовая корзина возвращается на базу оба и испугалась вот так вот вот вопрос у кого сальные яйца маленький маленький а он нормально Все, знакомство Саши с Таллином прошло, я считаю, нормально. Таллин меня встретил дождем, но благо есть хорошие люди, которые приютили и скрасили этот поганый дождливый день. Вот, большое спасибо тебе, Аня, что приютила и все такое, а Саша поедет дальше. Пожалуйста, да. Приезжайте теперь все вместе. Все, все слышали, да? Приезжайте все вместе. Вот, приезжайте все вместе к Ане, Аня в Таллине всех примет. Теперь движемся дальше. Едем в сторону города, если правильно прочитал, в Перну, а там в сторону Риги. Вот в этом доме я сегодня ночевал, у прекрасной семьи Жуковых. Ребята тоже путешествуют с детьми. Они недавно вернулись с Владивостока, ездили поездами, там, не знаю, там, на чем они, на электричках подъезжали. На Байкале были, Владивосток посмотрели, в океане покупались в Тихом, крабов поели, все дела. Вот, а сейчас буквально через несколько дней улетают в Австрию, в велопоход. Вена-Мюнхен поедут по маршруту вдоль Дуная. Мы кусочек этого маршрута тоже проезжали. Вот, все. А я сейчас еду в город Кейла, а там еду в Хапсалу. Конечно, большое спасибо Ане, что приютила, потому что после бессонной ночи в автобусе я себя чувствовал не очень, если честно. Поэтому плюс погода, еще дождь целый день, как осенью, зарядил на целый день. Можно было ехать, конечно, не проблема, но прям вот, ну, лучше было погостить, что, собственно, и получилось. Так что, Ань, большое тебе спасибо, большое человеческое спасибо. Если что, приезжай к нам в гости, и всегда будем рады. Отлично, выезжаю из Таллина вот по такой маленькой велодорожке, там, где по городской части не стал показывать. Но тоже на тротуарах размечена велодорожка, то есть, как бы, без проблем, занижены бордюры. Я очень доволен, нигде не скакал и не слазил с велосипеда. Вообще, в целом, Таллин запомнился мне хорошей велоинфраструктурой. А еще очень понравилось то, что, ну, архитектура, поймите, когда ты гулял целый день в Вильнюсе, по старому городу, а на следующий день нарисовался в Таллине, в старом городе, архитектура, мягко говоря, не удивит. А вот роботы-доставщики, это просто что-то нечто, это космос. Я не знаю, благо, я просто мне подсказали, что у них такое и есть. И я уже, как бы, ну, вот в этот же день я это знал, но я не знал, как он выглядит и что это вообще такое. И когда я это увидел, это действительно круто, очень современненько. Так что Таллину за это большой плюс. Пахивают роботы, а не человек. Таллину за это большой плюс. Таллину за это. Таллину за них И здесь Проезжаю келью, вот, честно говоря, смотреть желаний никакого, А вот заехать покушать я бы где-нибудь покушал Короче, пока еще не кушал, выезжаю из кельи Хотелось бы обед максимально полезно провести, но для этого нужна розетка Чтобы можно было зарядить дрон и подзарядить телефон с камерой Как бы такие моменты А так покушать я могу где угодно Пауэрбанк есть, но хотел как-то... Я фокусник, я проехал заграждение, разговаривая с вами Вот, и что хотелось сказать Короче, как бы зарядиться А так, я же без детей, поэтому мне сильно хорошая площадка не нужна Перекус я могу просто постоять, поесть, мне без разницы Вчера целый день в Таллине лил дождь Сегодня вроде же по прогнозу должно было быть все сухо и хорошо И солнышко, собственно, так и было И вот сзади вы можете за мной наблюдать вроде как ничего, да, ни одного облачка Но впереди у меня ползет вот такая туча И вот оно начинает хмуриться Вопрос Зальет меня или нет? Голод сильнее, поэтому остановился в поле с рулонами И буду сейчас обедать Наверное, легкий перекус сделаю Заодно вещи от дождя достану Потому что, мне кажется, вот та туча меня точно замочит Хотя не факт, вроде это вот одна такая Какой-то неприветливый турист Я с ним поздоровался, а он со мной нет Ну и дальше без тебя буду есть А мог бы шоколадкой поделиться У меня будет кофе Два пакетика в 300-граммовую кружку Баночка паштета 100 грамм Сыр Печенька И огурчики и помидорчики Кстати, овощи это те, что вчера робот-доставщик привез Технологии И еще какой-то вкусный семечковый бездрожжевой хлеб Спасибо, Аня Короче, в целом все нравится Эстония очень интересная страна Как оказалось А чем примечательно? Заметил, что много места для ночевки И людей почему-то здесь очень мало Если я не ошибаюсь Вроде бы Аня мне сказала, что на всю Эстонию По-моему, миллион двести или миллион четыреста человек Ну, то есть, очень мало Реально очень мало Как-то бляха Я людей практически не встречаю Ну, конечно, я мало проехал еще Вопросов нет Отдали на первые 50 километров Но, тем не менее Людей не встречаю практически Вот Движения на дороге Вот на этой мелкой Не особо Машин немного Очень много велодорожек Много каких-то полянок Я не знаю Лесистой местности Опушек леса Ну, я думаю, сегодня Скорее всего, без проблем Если до побережья не доеду То без проблем Место для ночевки будет найти О, я проголодался Не передай словами Сейчас паштетико навалю Паштет наш белорусский Мясная таблетка Я его называю Руки, конечно, еще не дрожат Но очень хочу есть Использую как ложечку Помешать И не звенит как металлическая Я называю этот момент Заправиться Это не обед Это заправиться Потому что ноги уже не тянут Горючка закончилась И надо Надо что-нибудь закинуть в топку Короче, заметил такой момент Что ездить надо, наверное Все-таки Либо с друзьями Либо с семьей И одному можно Но поскольку есть семья Вроде тут два или три дня Сколько меня тут нету А я уже по ним соскучился И вот, конечно Дети местами там не давали Вкусить полную Эту вот свободу И прелесть от путешествия Но вот без них Сейчас тоже скучно Сейчас Хотя, наверное Дай-ка их сейчас сюда на час И все И хватит И можно дальше ехать одному Вот Ну, по крайней мере Складывается такое впечатление Не то, чтобы уже прям Очень заскучал Ну, есть такое ощущение Ну, что, поел И совсем другое дело И настроение куда лучше И можно уже и ехать А то мысли только О еде О еде Все, класс Пока я ел Туча вроде бы тоже, короче, уходит Погремела-погремела И решила Ну, что сытого Сашку-то поливать Пойду я в другую сторону И пошла Все, класс Так что Путешественникам везет Иногда Отлично Мне попалась карта Сейчас могу Более предметно показать Ехал из Сталина Заехал в Кейла Сейчас проехал Это вот в Ассалема И сейчас как-то Поеду вот так Вот так Вот так И приеду В Хапсалу На побережье Ну, и в зависимости от того До сколько я доеду Буду, может быть, здесь Ночевать Может быть, завтра буду В Хапсалу А в Хапсалу Какой-то остатки Разрошенного замка Ну, и дальше Поеду по побережью В Берну Морсми предлагает Прикольные маршруты Он мне, короче, предложил Ехал я по такой вот дорожке А он мне предложил Поехать По Гравейке туда Но что самое интересное Для меня Очень прикольно стало То, что Здесь Начинается ветка Для поездов И пойдет она Скорее всего туда И просека Ну, точнее Не скорее всего Она пойдет туда А просека Это было для железной дороги Вот А здесь укладывают дорогу А я смотрю по карте Как-то она неестественно Прямая дорога А оказывается Вот куда он меня заслал Ну, и что Поедем по Гравию Короче, судя по тому, что Вот здесь по бокам Камни Здесь была старая ветка Ее разобрали Не знаю, сравняли Была долгое время Походу велодорожка А сейчас по новой Ложат ветку А в Таллине я катался Мне Аня рассказывала На месте тоже такой же Вот По ширине Как вот эта вот дорожка На месте Старой Железной дороги Положили велодорожку По городу Там она вроде как С причала Что-то там ходила Не знаю Или как это не С причала Из порта Вот Вот Шпалы Гнилые были Да Здесь раньше была Железная дорога Но Вон шпала опять лежит Но Наверное За ненадобностью Ее разобрали Или просто Отслужила Своё Ехал Я ехал По этой Железной дороге Несуществующей И нашел Старую Поросшую моху Платформу Вот И турист Который меня В поле Обогнал Но какой-то он Не совсем Недружелюбный О Какой-то памятник Не хочется Человека Обижать Но какой-то Толстый И недружелюбный Вот То Вот Давайте поближе Это вот так И может быть Это можно будет Перевести Короче Я извиняюсь Я не знаю Но памятник Кому-то стоит Цветы Растут Платформа Зарастает Прикольно Там подъезд Забавно Ничего подобного Раньше не видел Заброшенная платформа Ну Возможно Не последняя На моём пути За сегодня Поехал я дальше Предлагает мне Мапсми Ещё 39 километров Двигаться До первого Поворота То есть Это практически До Хапсалу Там Поворот буквально В город Это кстати Для тех людей Кто говорит Что Велотуризм Это Ездить по дорогам И дышать Выхлопными газами Машин Чтоб вы понимали Эта дорожка Идёт Через лес Абсолютно Через лес Я честно Я даже не знаю Что тут случись Когда тебя найдут Вот Как-то так Так что Велотуризм Он бывает Разный На самом деле Ребят А здесь Остатки Железной Дороги Остатки Пути Платформа И какой-то Монумент 41-49 Честно Я не знаю Что это Во время Войны Тут что-то Было Ну Если кому-то Интересно Можно Загуглить Потому что Я честно Не понимаю Что здесь написано Памятник Выполнен Из согнувшихся Рельс То есть Это рельсы 41-49 Годы Память О Депортированных Людях Из Западной Эстонии По-моему Так Это Переводится Ну Короче Походу 41-49 Отселение Какое-то Шло После войны Или Во время Войны И после Войны Как-то Как-то Так Да В память В память Высланных Из Западной Эстонии Не знаю Кто это Делали Совет Советский Союз Или же Немцы Или те И другие Честно Горя Чем-то Освенцам Напоминает Не знаю Почему И почему Это сравнил Но Мне чем-то Похоже Крест Шпалы Ну Чем-то Точно Нехорошим Попахивает О Водонапорка Красивая Тоже Наверное Какой-то Памятник Табличка Стоит То что Людей Депортировали Это все Понятно А железную Дорогу Зачем Разбирать Я вот Этого Не понимаю Я Зашел Сейчас В аптеку Попросил У женщины Воды Заодно Спросил А почему Железную Дорогу Разобрали И давно Ли Она Говорит Лет Двадцать Назад И очень Ждут Что Новую Построят Я говорю Не беспокойтесь Там уже Строят Я видел На Ой Мы Надеемся Я Конечно Далеко Не совсем Понимаю Что Написано Но Советский Союз Депортировал Короче Советский Союз Депортировал Из Эстонии Куда-то Людей Из Западной Эстонии Людей А за что Надо Учебник Истории Поднять И посмотреть Даже Сортир Остался Стоять Правда Его Здесь Муравьи Облюбовали И свили Вот такой Огромадный Муравейник И Минималистичное Такое Опознай Мужчины Треугольничек Стрелкой Вниз А девочки Стрелкой Вверх Все просто Быстро Понятно Интересно Но в очередной раз Жутко Все эти кресты Конечно Наверное Что-то неприятное Для этого народа Раз Увековечили память А это Наверное Станция вокзала Еще осталось Стоять Покрашено Все В цивильном Состоянии Мне кажется Я сейчас Скоро Начну Чувствовать Машинистом Потому что Главная Моя задача Это не уснуть Потому что Поворот Потеряю Пропустить Невозможно Ты поедешь Прямо А повороты Здесь такие Что даже Руль поворачивать Не надо Ты просто Как бы Едешь по прямой И как бы Входишь Поворот Настолько Не пологие Идея хорошая Насчет велосипедной Дорожки Могу сказать Что качество Покрытия Удовлетворительное Вообще Можно ехать Не асфальт Конечно Но Тем не менее На шоссере Не погоняешь Для МТБ Очень даже Ничего И кстати Свежий воздух Тех кто боится Машины Все такое Здесь в машине Ниоткуда Не появится Ну если Такой дурак Какой то На нее Специально Не заедет Еду через лес Птички поют Мысли можно Свои подумать Если они Конечно Есть Все Я решил Что день сурка Пора заканчивать Я свернулся До велодорожки Все Паровозик Который смог Ну или не смог Не доехал Я сегодня До Хабсалу Буду там завтра А сегодня Поеду искать Место уже Для ночевки Потому что Уже часто Режутко Хочу есть И не хочу По темному Палатку ставить Так что Все Еду искать Место для ночевки Навигатор Мне предложил Выехать На Какую то Большую дорогу Тут буквально На 2 километра Ну и Ничего Шикарная Обочина Можно ехать Да и машин На самом деле Немного Ну где справедливость Ну вот как так Ехал Саша Думал Сейчас я быстренько К заливу Столько хороших мест Проехал Чтоб нано читать Вот у меня Мапсми Показывают Вот Вжух И вот Залив Вот он Но тут Ворота Их конечно Можно обойти Тогда можно Нарваться на губ Надо пойти Спросить Кого-нибудь Хотя Что-то подсказывает Что туда Совсем Совсем Короче Подошел Подошел я К дядьке Там Буквально В паре метров От меня Дон Находился Подошел Спросил Там дядька Гриль готовит Я говорю А можно Да Можно Проезжай Без проблем Вот Правда Это Грит Земля Другого Человека Частная Ну Я не думаю Что он Будет Против Вот А если Будут Проблемы Приезжай Ко мне У меня Грит Тут баня Натоплена Грит Через Полчасика Приезжай Ну Тебе Грит Хорошо С дороги Помыться Так что Как-то Так Может Сейчас Поеду Гляну Да Поеду К дядьке В баню Но Это Еще Не точно Давайте Сначала Посмотрим Что мы Как мы Подъедем К заливу Он Горит Там Камыши И особо Того Горит Залива Не видно Ну Уже Хочется Убедиться В этом Сейчас Поеду Посмотрю С другой Стороны У дядьки Переночевать Неплохо Во-первых Может быть Шашлыка Перепадет Это Раз Второе Помыться Что тоже Здорово В бане Все-таки После Сегодняшней Сотки Неплохо Ну Безопаснее В конце Концов Как бы Спокойней Минимально Сейчас Первым делом Конечно По-человечески Пойду Посмотрю Если есть Хозяин То спрошу Можно ли Или нельзя А там Уже Будет видно Залив Это конечно Хорошо Но здесь Реально Ветрено Ну Это хорошо Палатка Просохнет Места Конечно Вот тут Хватает Даже Кострище Есть Но правда Дров Я все равно Нигде Не найду Вот Но если Хозяин Придет Как бы Как-то Некрасиво Наверное Будет Я На его Территорию Зашел Как бы Без спроса Это наверное Не хорошо А там Уже И баня Растоплена Ну Как бы Я вот Даже Не знаю Конечно Красивый Закат Но баня Знаете Походу Баня победила Ничего Не могу С собой Поделать На сердце Ну скажите Ну вы бы поступили Точно так же Ну Ну Конечно Поход Романтика Дикая природа Но баня Да Тем более Уже пригласили Все Моя взяла Тут вот Помимо того Что И палатку Ставить Надо Так Мне еще И Предбанники Колька Места Выделили Вот Буду Сегодня Ночевать Вот здесь На диване Вот с таким Медведем Вот Правда Смотрел я Один Немецкий Фильм Там Тоже Был Медведь Плюшевый Там Такое Началось Ну Ну да Ладно Сейчас Не об этом Вот Короче Все здорово Заодно Заряжу Вот Все Класс Хозьевов зовут Рома и Галина Взрослые люди И вот Предложили Я не стал Отказываться Здорово Почему бы И да Как говорил Я всегда Дают Бери Костеприимные Хозьево Рома с Галией Накормили И сейчас В баню Отправляют Вот 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 этот Вот этот Добрый Добрый человек Добрый человек Меня Приютил Сегодня На ночь Рома Вот Очень приятно Спасибо Вот Сейчас Накормили Напоили И вот Сейчас Уже В баню Отправляют Помыться А потом Еще и пивка Говорят Дернем Ну Конечно Чтобы Было Все Спасибо Пойду Париться Казалось Все На то Ну и Путешествие Ого Ого Как хорошо Как хорошо Сейчас Саша Будет Ой Вам не Передать Словами Класс Езжайте В путешествии Даже Не думайте Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok